Всем привет! С вами сегодня братья Пугач. Привет, Владик! Привет, дорогой! Как оно ничего? У тебя всегда только замечательно. Класс! Мы здесь сегодня собрались, чтобы снять для вас разные интересные темы. Первая тема... Первая тема – это «Израиль сегодня». Прежде всего, первая, самая болезненно актуальная и, пожалуй, ведущая тема – это то, что происходит. Мы являемся непосредственными участниками, не болельщиками, не зрителями, а скорее даже игроками, зачастую не по нашей воле. Существующего процесса, который происходит сегодня. Он затрагивает любые темы – гражданские, социальные, военные, темы безопасности, темы будущего. Об этом можно говорить бесконечно. Но при всем при этом мы также являемся не то чтобы жертвами, а скорее носителями всего того, что последует за этим потом. Хотелось бы затронуть очень интересные вещи. Самое главное, что меня удивляет больше всего, одно из больших таких вещей – это раскол общества, которое, казалось бы, с каждым днем войны должно быть более объединено, более дружественно, взаимодействующее и взаимоподдерживающее. Только одну секундочку, я хочу одно главное сказать. Ребята, мы не являемся некой истиной, мы просто высказываем наше личное мнение. Абсолютно. Более того, хотелось бы добавить следующее. Мы не принадлежим никакой партии, никакому движению. Мы не рекламируем и не призываем. И, пожалуйста, все те люди, которые намереваются это видео, вырезки из него или какой-либо материал использовать в каких-либо призывах партийных, внутрипартийных, социальных или государственных, мы просим этого не делать. В противном случае будут любые судебные варианты. Нет, Владик, я тебе скажу, пусть делают, но, но, если хотят делать вырезку, пожалуйста, указывайте ссылку на данный ролик и просите ваших зрителей и подписчиков, чтобы они посмотрели ролик от начала до конца, чтобы они поняли не ваше мнение, а наше. Израиль – это страна, которой еще не было, а уже были конфликты, конфронтации, войны, противоречия и большинство негатива. Всю историю Израиля его сопровождают воины. Войн было две основных. Первое – с соседними с арабским конгломератом, второе – внутреннее. О, да, внутреннее – это прямо наша боль. Это наша боль. На двух евреев есть, как правило, пять мнений, шесть. Да, пять мнений, еще одно запасное. Ну, да. Израиль – одна из немногих стран, где количество всевозможных партий и движений не подлежит учету и не подлежит контролю. Сколько хочешь, только открывай. Каждый из вас тоже, между прочим, может открыть свою партию, свою движение. Как мой родственник Аркадий Пугачев открыл партию. Как и наш родственник. Как наш, извиняюсь, извиняюсь. Как наш родственник, который открыл партию Квода Адам. Про что она? Нет, я-то, конечно, уже знаю, но тогда никто не знал. Ну, на здоровье. Да. Восемь месяцев идет тяжелейшая и, пожалуй, самая длительная война. Эта война затронула все. Смерти, политику, социальное положение, ценовую политику, к самому страшному. Да. Обратите внимание, в Израиле до сих пор, мы об этом упоминали неоднократно, было неимоверное количество демонстраций протестов. Ни один из них не был социально близок к простому народу. Женя, обрати внимание, никто не протестовал против ужасной работы почты. Никто не протестовал против цен на овощи, выращенные в нашей стране. О нехватке стоянок, опробок. Да потому что политика проплачена. Все эти ребята, большинство, которые приходят на эти забастовки, которые перекрывают дорогу, как правило, это все проплачено, мы, естественно, знаем кем. А сегодня хотелось бы упомянуть среди прочих тем в будущем, которые мы сейчас упомянем. Смотрите, беспроигрышный вариант, верните заложников, костры, улицы, демонстрации, драки, гопота. Это беспроигрышный вариант, Женя. Но нету такого, по сути, в стране, кроме самых отчаянных наркоманских леваков, которые были против возврата заложников. Но почему-то тема возврата заложников, она идет с некой силовой политикой, противоречивающей всему нынешнему. То есть, что такое верните заложников? Это каким образом, какой ценой вы хотите вернуть? Оставь какой ценой. Как? Нет. Женя, смотри. Оставь сейчас даже какой ценой. Почему это в принципе происходит? Секундочку, Женя. Разбесни, пожалуйста, дорогой братик. Любой здравомыслящий человек понимает, что заложников надо вернуть. Да. Но почему это стало неким отдельным движением, которое якобы противоречит на уровне забастовок и политического протеста всему прочему? Как это так? Мы что, против возврата заложников? Нет, тут другое. Мы хотим сместить Биби. Ты понимаешь? Но ведь Биби тоже хочет вернуть заложников. Это то же самое, когда мы с тобой говорили, когда были выборы у нас, да? Что даже партия НДИ, даже партия Мерц, она тоже любит Израиль, но любит его по-своему. Окей, прекрасно. Значит, получается такой некий вариант, что возврат заложников, как бы это ни печально и в чем-то даже отвратительно и античеловечно звучало, возврат заложников, он будет неким выкупом будущего страны. То есть, если мы прекратим все, отдадим все и вернем, в будущем мы вернемся к тому же сценарию 7 числа, только в десятикратном положении. Ну да, что было, когда похитили Геллада Шалита? Террористы, которых отпустили в сделке Геллада, воевали в начале нынешней войны. Ну это понятно. Это было понятно, как вожий день всегда, когда выпускали террорюк, они возвращались. И не только потому, что они, может быть, даже, скажем, они бы и не хотели, да, но как они могут? Они другого ничего не умеют и не хотят. Остальные же не умеют. Вот представь, допустим, человек X террорист, его взяли в заложники, его братаны, его на кого-то поменяли. К нему потом придут, у него потом спросят, и он уже не сможет сказать. Мы тебя вытащили, будь любезен, бери ружо, иди в поля. Да, но там в Газе другая штука. Ты же видел, ты же знаешь, ты же тем более живешь в Башкелоне. Да. Их выращивают с кровью, связи с молоком матери, им прививают то, что евреев надо убивать. И это хорошо. Это единственный случай, хотелось бы обратить внимание, мы сейчас упомянем еще один интересный артефакт, не факт. Это единственный случай, когда фактор убийства и смерти в данном отрезке суши в Газе принципиально котируется в высшее положение жизни жизненных и социальных благ. Единственный. Да. Почему? Любая мать, практически, знаешь, любое, большинство матерей, живущих за забором, хотят, чтобы их сын погиб как шахид, мученик в теракте, убивая евреев. На множестве социальных, российских и русско-ориентированных сетей я встречаю большинство призывов, постов и совершенно непонятной агрессии по отношению к Израиле. Общая суть сводится к тому, что мы в Газе культивируем массовый многолетний геноцид, что мы им там устроили чуть ли не ленинградскую блокаду, и то, что мы мешаем их нему социальному, гражданскому, культурному развитию. Владик, оставь это дно. Не, секунду, Женя, в чем прикол? Не лазь по мусоркам. Брат, они в это верят. То ли их заставляют, то ли вынуждают, то ли они действительно в это верят. И что получается? Получается такой интересный вариант, что когда какое-то достаточно большое сообщество во что-то верит, это уже становится нормой. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Не лазь по помойкам. Нет, так смотри. Запачкаешься. Разумеется. Согласен с Табалазией, там не о чем. Россия красивая страна, но правительство там дно. И тем не менее, это дно сформировало некое отношение к нам, которое хотелось бы упомянуть сейчас, к чему мы пришли. Я хотел, чтобы всем было ясно, и хотелось бы, чтобы всем было ясно. Мы евреи. Мы одинаково не популярны, как в России, так и на Украине, так и на всем бывшем полигоне СССР. Я тебя немножко перебью. Слушай. Тут евреи не совсем правильный фактор. Я думаю, что мы израильтяне. Почему? Потому что когда эти твари приходят убивать нас, они не смотрят, еврей ты, русский или другое вероисповедание. Тут я бы немножко убрал бы еврея. То есть тут больше как бы именно географическая принадлежность, нежели религиозная. Ты израильтянин. Замечательно, согласен с тобой. Нет проблем, все хорошо. То есть получается, что на всем бывшем полигоне СССР мы, как израильтяне, слэш иудеи, одинаково не популярны. Возьми 7 числа, извиняюсь, я просто обязан перебить. Эти твари убивали друзов? Они говорят, мы не евреи, мы друзы. Им было похрен. Они тупо убивали всех, кто был. Прекрасно. И что же получается? С мусульман, мусульманина. С мусульман, да. Получается такой абсолютно шокирующий, неправомерный и нелогичный факт, когда ни одно государство не поддерживало нас ни до, ни после, но сейчас предъявляет нам при всем при этом все те же претензии, все те же запросы. Потому что, честно говоря, в последнее время положение Украины по отношению к нам меня очень негативно удивило и далеко не в лучшую сторону. Я после высказывания ребят из Украины, верхушки, склонен перестать поддерживать данную страну и склонен говорить фразу, которую говорят в Израиле, как правило, очень просто. Мы желаем успехов и удачи обоим сторонам конфликта. Согласен. Почему мы это так упомянули? Ребята, давайте говорить честно и откровенно. Если бы нам бы хотели по-настоящему помочь, не просили от них высылать сюда свои войска снимать с передовой, не просили ни о какой-то или иной помощи. Но простая человеческая социальная солидарность при принятии решений, даже не при голосовании, при выражении того или иного мнения, имела место быть. Это не изменило бы никак. Их положение в мире относительно войны, которая у них происходит, относительно помощи той или иной, это ничего бы не изменило. Но давайте не будем забывать, что политика, это только для тех, кто и правит. Вот то, что выгодно Украине, то и они и будут делать. И заявление Зеленского по поводу поддержки Палестины, это бред, чушь и провокация. Они не знают, что такое Палестина. Россияне, украинцы, белорусы, молдаване не знают, что такое сектор газа. Не знают. И не могут знать. И не могут знать. Они толком, что такое Израиль не знают. Они просто слушают Соловьева и прочее дно и мусорки. Говорят, о, по телевизору же сказали. Ну да. Как раньше говорили, что написано в газете, так и будет. Ну знаешь, на заборе тоже пишут что-то. Там дрова! Они прямо прекрасно знают математику. Знаешь почему? Они пишут Х, Игрек и еще какое-то. Какое-то неизвестное. Да, и в это верят. Знаете, еще очень много ребят, которые приехали в Израиль, скажем так, в 90-е годы и прочее, они ведь, как правило, уезжали оттуда, а не сюда. Они ехали от плохого. Само собой, что идеи первобытного и первоначального сионизма, они не совсем компетентны, приемлемы и характерны в современном мире. Но они имеют место быть как исторический аспект. Они были, они развивались. Это все равно, что изучать историю, теорию и философию русского языка по произведениям русских классиков, типа Гоголя, Некрасова и Толстого. Это было хорошо, характерно и адекватно для времен писателя. В современном мире это как некий исторический аспект. Но Лука Мудищев до сих пор актуален. Так он везде. Да. Поэтому меня это очень поразило. Второй факт. Израиль, несмотря на то, что с ним случилось, в глазах прогрессивного мирового сообщества, как ни странно, виноват и продолжает в геометрической прогрессии быть виноватым. Женя, мы виноваты. В чем? В том, что мы есть. Само собой, что это культивируется и прививается. Но мне бы хотелось на этом застрить внимание. Мне важно то, что как в Израиле нет единственной направленной внутренней господдержки, человеческой. Что такое господдержка? Сейчас объясню. Вот, например, я об этом неоднократно упоминал. Я упомяну об этом сегодня. Я у себя в Ашкелоне далеко не от личного желания расширить собственную жилплощадь стоил строй, вот сейчас уже закончил, бомбоубежище. Наконец-то. Наконец-то. Стоил это неимоверных денег. Государство даже не удосужилось. Я здесь, я предлагаю, ты сейчас продолжишь, конечно, но я предлагаю на тему бомбоубежища сделать отдельный ролик. Согласен. Смотрите это в отдельном ролике. И если этот ролик будет, вы увидите подсказку, которая должна быть, если не ошибаюсь, где-то вот тут примерно. Она будет. Этот ролик будет, он будет даже в скорейшем времени. Про бомбоубежища это раз. Второе. Я не знаю, можно ли об этом говорить или нет, я как пожарный был в командировке на севере страны. Это тоже тема для отдельного видео. Не хотелось бы об этом особо распространяться, но я скажу одно. Это твое мнение личное. Это мое личное мнение, но никаким образом не связано с местом службы, ни с местом работы, ни с местом... И никаким... были бы с местом, как у моей там претензии, либо наоборот симпатии. Ребята, в стране уже была Ливанская война. Первое. Мы туда зашли на сотни километров, дошли до Дамаска. Если бы Америкосы и прочее прогрессивное мировое человечество нас бы не тормознуло, ну, скажем так, сейчас бы квартиры продавались от летания и выше. Мой братик Евгений воевал во Вторую Ливанскую войну. Быводил. Они зашли туда отсылом на 10 километров и убежали со сковородками на голове. Потому что иначе делать нам было просто нечего, некому и не для кого. Там был ад. Сейчас нас пугают, что вот типа даже вот завтра, буквально в субботу, или в ближайшее время должна начаться великое израильское противостояние Ливану. Должна была начаться 25-го. Ну, слава Богу, перенесли, как говорится, денег не досчитали. Дебаты были в Америке? Ну, само собой были. В Америке, понимаете? В Америке решается наша судьба, также судьба Украины и прочих сопутствующих там, какого-то еще сомалийского племени. Если в данный момент, когда ни один, скажем так, вот, ливанский солдат не зашел на нашу территорию, то у нас есть то, что есть сейчас. И это то, что происходит здесь сейчас, это еще без единого ихнего вторжения. Если будет по-настоящему планомерная война, мне хочется только пожелать успеха стране. Успеха, мудрости, терпения. И, к сожалению, большой, толстой, крокодиловой кожи. Отморозится от того, что будет. С чем я все это говорю? Я не хочу нагнетать, умничать и пророчествовать. Но мое мнение, что мы уже проиграли. Потому что это следствие всей нашей прошлой политики, а мы не создаем нынешнюю политику для будущей политики. Все, что происходит сейчас, тот ад, который есть на севере, и в приграничной территории Газы, это следствие прошлого. Мы сейчас не строим настоящее, мы его разрушаем с каждым днем. Чтобы было еще хуже в будущем. Ребята, вы не хотите видеть этого будущего. Потому что настоящее уже, оно непредсказуемо. Сюда не зашел ни один танк, не залетел ни один самолет, кроме таких вот самодельных леталок из говна и палок. И уже огромная часть страны, которая не говорит о новостях, она не функционирует. Пусть меня поправят, я имею полное право говорить, я не состою сейчас на службе, я не отношусь никакому, в данном случае, как частное лицо это говорю. Если мы зайдем туда, после того, что была война, на которой Женька доблестно воевал, уже была одна война, и мы уже там были, что будет дальше? Вот мне этот вопрос больше всего убивает. Это деградация. Это деградация. Уже были там, ушли. Уже воевали, убежали. Какой еще вы хотите сценарий? Ну, я бы не совсем сказал, что мы убежали. Жень, вот у нас ушли на 10 километров после 100 предыдущих. Вот, я там был. Да. Окей, что там было, когда ты заходишь? Я не могу по сей день, к сожалению, не могу сказать, что я... И слава богу. К сожалению. Когда ты заходишь, тебе говорят, твоя цель вот там вот, да? Был такое ощущение контролируемого бардака. Баранасимый. Что я имею в виду? Вот ты вошел, пришел на точку, да? Ты пришел, все, как бы встал, да? Говорит, нет, вам надо не там, вам надо идти на другую точку. Ты идешь на другую точку. Передвигаешься, все. Сейчас не важно, что и как. Пришел. Не-не-не. Это не прогулка по Бен-Гуриону, на секундочку. Да, а потом, типа, три дня, ну, надо уже идти назад. Ощущение такое, что давали противоречивые команды. И я не знаю, еще раз, любая война, которая происходит, она кому-то выгодна. Окей? Но я очень надеюсь, что войны, и война, которая есть на данный момент, она закончится гораздо быстрее, чем мы хотели. И я желаю, чтобы она закончила. Потому что любые войны, это, как правило, дебилизм политиков. Скорее, это развернутый полигон, на котором делается неимоверные, негласные, нигде не отражаемые бешеные финансовые операции. Естественно. Ну, естественно, после того, что, когда к нам прилетели иранские мопеды, на сколько акций компании Рафаэль выросли? От 140 до 175. Вот, с одной стороны, ты можешь думать, ну, а вдруг это выгодно Рафаэлю, да, допустим. Да не только ему, там еще куча смежных компаний. Прекрасно, куча всем. То есть, мы можем думать и гадать. Но факты остаются фактами. Война всегда кому-то выгодна. При всем при этом, Женщик, к чему мы начали сегодняшнюю беседу? Она может быть, так знаешь, сумбурная, рассеянная. Израиль сегодня находится на кровавом, жестком переломе. Либо мы действительно соберемся, несмотря на общественное мнение, давление и противостояние, и переломим многолетнюю военную политику. И по-настоящему будем править и управлять той территорией, на которой мы живем, без постоянной угрозы и тревожного чемоданчика под кроватью. Либо через энное количество времени нас придут резать и убивать в 10 раз больше. Другого варианта уже не будет. Почему не будет, Женя? Потому что смотри, мы сейчас на трех фронтах. Даже на четырех. Четвертый, слава Богу, что он не открыт. У нас есть юг, у нас есть север, у нас есть прилегающий Иуда в Шамрон. И у нас есть израильские арабы. Вот, идиук. Четвертый фронт, который я упомянул. Дай Бог, чтобы не было второй Шум-Эр-Хумот, на котором я был. Потому что эти фронты должны прийти к какой-то единогласной цели. Территория Израиля должна быть безопасной везде. Это мое беспрекословное мнение. И нахожусь у себя в стране. У себя в стране. Причем при этом потенциал должен развиваться на любых территориях. Не должно быть бешеных пробок и дороговизны в центры. И огромные заброшенные полусгоревшие поля севера. Бедуинская пустыня под бешеным контролем кланов и султанов Негева. И заброшены постоянно под вопросом Иуда в Шамрону. Это должно быть решено сегодня. Если этого не будет решено, ребята, уже поймите, пожалуйста, к чему помил еще раз Ливан. Мы уже были там, мы оттуда убежали. Мы уже были в Газе, уже был гушкатив, уже ушли. Уже все было попробовано. Другого уже нет. Нету других вариантов зайти или отдать. Мы уже и заходили, и отдавали. Уже было все. Все было. Перепробовали. Нету третьих вариантов. Либо это решается сейчас, потому что 8 месяцев не было ни одной войны. К нам не зашел сюда ни один солдат. Мы воевавшись на войну против трех армий. Была война 73-го года. Была 81-го. Было миллион войн. Лхаммед Аташам, Лхаммед Йома Капу Рим. Миллион. Можно перечислять неимоверное количество. Была куча войн и военных операций, которые не отражены в официальной истории. И не будут отражены. Было уже все. Я повторяюсь это десятый раз и буду повторять еще десять. Если этому не будет конкретного государственного, политического, социального, нравственного и морального решения, проект Израиль может быть закрыт. Не будет тут других вариантов. Я еще раз упомяну про Ливан. Ребята, вышли тут в декабре 2000 года. Ровно через 6 лет Женька туда загремел. Это были 6 лет. Почему это было 6 лет? Обратите, пожалуйста, внимание. Наши союзники, Цадаль, Цвадром Ливанон, во главе с генералом Лагадом, было предано брошено на растерзаниях и с баллоном. Были брошены наши базы. Сейчас они под контролем тех, кто, не зайдя, не зашляя сюда ни одного террориста, выжигают наши территории. Они контролируют, по сути говоря, весь север. Там никто не живет. Ну, я не имею в виду, весь, пусть меня поправят, но это данные из открытых источников. Я не раскрою никакой военной тайны. Большинство территорий севера пустуют. Пустуют. Да, там убирают мусор, делают что-то, но там... Определенно-таки, скажем так, там больше идет поддерживающий цикл, нежели такой, знаешь, социально ориентированный жизнеразвивающийся. Опускаем. Опускаем. Вот из сектора газа. Люди совершенно легитимно говорят, там до сих пор сирены. Две недели назад была сирена и падение в Ашкелуне. Восемь месяцев война в ГАТе. Я без претензий к армии, без единой малейшей претензии к солдатам. Я прекрасно понимаю, что они делают, как, какой ценой, какими моральными, волевыми качествами. Про физические я уже молчу. Но было все. Ребята, мы уже были в Гушкотеве, мы из него ушли. Мы были в Ливане, мы от него ушли. Заметьте, мы не даем совета правительству, как решать данную проблему. Правительство, с моей точки зрения, это наемные работники, которые мы наняли, которые должны делать свою работу. Как это должны они делать? Это их головная боль, не наша. Они должны сделать так, чтобы мы жили в нашей стране хорошо. Энли эрец охерет. Согласен, ребята. Оставайтесь с нами.